Всем привет, с вами Смирнов Скул, и сегодня мы поговорим о пяти распространенных ошибках, которые делают все или почти все художники. Разберем их по косточкам и заодно расскажем, как с ними быть. Ошибки нужны нам, чтобы расти. Их не нужно бояться, за них не нужно себя ругать, но и застревать в них тоже не стоит. Из застарелых ошибок потом растут блоки и ложные убеждения. Рисование становится невыносимым, а траектория нашего развития катится в тартарары. Итак, первая и самая распространенная ошибка заключается в том, что начинающие художники ждут вдохновения. Вдохновение – штука чудесная, но приходит редко. Вдохновения нет, ничего нет! Если рисовать только по зову музы, рисование никуда от вас не уйдет, однако серьезного прогресса тоже не будет. Так что если вы хотите стать профессионалом, придется последовать заветам Пикассо. Вдохновение существует, но оно должно заставать вас за работой. Рисовать без вдохновения может быть страшно, ведь оно подкидывает нам идеи словно из ниоткуда. Но, во-первых, идеи приходят из впечатлений и опыта, а это значит, что вдохновение, как и рабочий настрой, можно подпитать. А во-вторых, вдохновение можно искать механически. Если у вас в голове нет идей для рисунка, можно посвятить часик-другой, например, копированию вашего любимого классика. И вот вы уже узнаете, как он кладет тени, как рисует кожу или блики на серебре. Забрав его приемчики, вы не отделаетесь от желания повторить их дома, не говоря уже о том, сколько пищи для воображения получите. А если вы хотите сделать что-то свое, что-то новое, делимся хитростью. Слушайте внимательно. Скажите себе, что садитесь рисовать какой-нибудь пустячок, буквально минут на 15. И вот, отпустив ожидания, вы не заметите, что рисуете уже гораздо дольше. Вторая ошибка. Художники пытаются рисовать только что-то оригинальное. Нет ничего плохого в том, чтобы делать что-то уникальное. Но если получать интернет в ненормированных дозах, можно выявить мейнстрим в рисовании и моментально от него устать. Но как часто мы можем выдавать неординарные работы? Во-первых, это сложно. Во-вторых, попытки сделать оригинально без фундамента из техники и референсов выглядят не так, как нам хочется. И в-третьих, заставляя себя рисовать только необычные вещи, можно быстро истратить силы, которые вы могли бы вложить в свой рост. Секрет в том, что все оригинальное вырастает из простого. И зачастую лучше рисовать что-то несложное, учить основы, пользоваться референсами и в какой-то момент обнаружить, что из несложных кирпичиков потихоньку-потихоньку да и сложился ваш уникальный арт. Третья ошибка. Завышенные ожидания. Высокая планка это, конечно, хорошо. Правда, ровно до тех пор, пока она не превращается в страх ошибки. Мы не можем всегда адаптироваться к новым знаниям. Не можем всегда расти быстро. Не всегда мы можем бежать наравне с азиатами. Если ждать от себя постоянных побед и не ценить своих достижений, можно выгореть. То есть устроить себе перерывчик в рисовании от месяца до вечности. Ноги завышенных ожиданий зачастую растут из непонимания затрат на обучение рисунку. Достичь хорошего навыка можно только отдавая ему время и силы, при этом понимая, что развитие не пойдет линейно и за радостью новых открытий всегда будет ждать переосмысления и затишки. Из этого же незнания растет и следующая ошибка. Сравнение себя с окружающими, а именно с лучшими из них. Если при виде главной страницы арт-стейшена вы впадаете в отчаяние, эта песня для вас. Сравнение может подстегивать приятный конкурентный азарт, а может убивать мотивацию. У каждого свой подход к обучению и если глядя на работы, которые лучше ваших во всем вы теряете запал рисовать, это можно понять, однако мы не живем в вакууме и изолироваться от успехов коллег по цеху не выйдет. Важно понимать, что ни один из ваших любимых художников не родился со звездой во лбу, хоть это и очень приятная мысль, чтобы сложить руки. За результатами, которые вы видите, стоит опыт и вся предыстория художника. Сколько раз он учил анатомию вместо катки в овервотч, сколько скучных упражнений он делал вместо приятного рисования, ну так, чисто для себя. Даже если вы видите, с какой легкостью опытный художник делает то, что вам не под силу, помните, что за легкостью лежат тысячи часов отработки. Ошибка номер далее. Новички не планируют свой день. Порой мы не подозреваем, сколько времени уходит на бесполезные занятия. Мы все осознаем, как важна регулярность в рисовании, но как редко мы действительно планируем наш день. В этом вам помогут планер или простые заметки в телефоне. Ох, как вы продвинетесь в творчестве, если ежедневно будете уделять хотя бы час рисованию. И пятая ошибка заключается в том, что художники не учатся новому, потому что это удобно. Учеба всегда чревата появлением новых нейронных связей, а это, знаете ли, волнительный опыт. И тут на помощь нашему сопротивлению приходит вся королевская знать. Итак, встречайте бурными аплодисментами. Тут у нас и моих навыков достаточно, и у меня нет времени, ну и, конечно же, я уже учился, это не помогло. Но навыков не бывает достаточно. Отсутствие времени часто связано с нежеланием его выделять, а один опыт учебы не определяет последующее. Иными словами, мы в глубине души знаем, что все это отговорки, но страшно боимся новых знаний и перемен. Полезнее всего в этой ситуации думать о результатах, которые вы получите. Время, которое вы вкладываете в себя, всегда окупается, а итогом ваших стараний будет ваш интересный, полный новых нюансов рисунок. Не совершая ошибок, мы ничему не учимся. И даже став профессионалами, мы продолжим их совершать. А еще замечать их, преодолевать их и двигаться к новому уровню художественной красоты. Мы надеемся, что наш материал был вам полезен. Делитесь своим мнением в комментариях, рассказывайте, с какими ошибками сталкивались вы и, конечно же, рисуйте в свое удовольствие. Счастливо! С вами были Смирновскул.